Всем привет, с вами Анатолий и вы на канале Тистоун. Сегодня пойдет речь о минерале, который хорошо известен в мире как поделочный камень. Из него вырезают фигурки, делают лампы и просто коллекционируют. Но для украшений он мало используется. И все равно, минерал остается интересным, красивым и востребованным. Как вы поняли из названия, поговорим мы с вами о селените. А перед тем, как мы продолжим, хотел по традиции попросить вас не забыть подписаться на канал, а то я заметил, что 85% зрителей смотрят видео без подписки. Ну и нажмите лайк, если вам нравится такой контент и поделитесь роликом с друзьями. Ваша активность помогает развивать канал. Приятного просмотра. Селенит был назван в честь древнегреческой богини Луны Селены, чье имя буквально переводится с греческого как Луна. Это связано с тем, что жемчужно-белый селенит выглядит так, как будто светится, что вызывает ассоциации с освещением Луны. И это особенно заметно в полированном виде и при наличии достаточного освещения. Сами кристаллы селенита ценятся людьми на протяжении тысячелетий. В древних культурах считалось, что некоторые прозрачные кристаллы, включая селенит, изменяют свою прозрачность и размер вместе с фазами Луны. В древнем Риме селенит, известный также как зеркальный камень Ляпис спекулярис, высоко ценился. Плини Старший отмечал преимущества этого минерала, который мог быть разрезан на тонкие слои, через которые проходит свет, создавая мягкое свечение, аналогичное лунному свету. Наиболее прозрачные кристаллы селенита иногда использовались в качестве оконного стекла. Как упоминает тот же Плини Старший, изредка на арене Большого Цирка во время игр рассыпали мелкие кристаллы селенита, чтобы придать зрелищу блеску. С течением времени термин селенит стал использоваться для описания специфической формы кристаллизованного гипса, который встречается в виде кристаллических масс или прозрачных кристаллов. Этот минерал часто используется в декоративных целях, однако из-за своей хрупкости не подходит для промышленного использования. Селенит обычно встречается в отложениях эвапоритов, где он образуется в результате испарения древних соляных водоемов. Образование селенита начинается с присутствия ионов кальция и сульфата в окружающей среде. Эти ионы могут возникать в результате химического выветривания горных пород, содержащих минералы, богатые кальцием и серой. В засушливых или полузасушливых регионах, где климат характеризуется высокой температурой и недостатком осадков, вода часто задерживается в небольших водоемах или впадинах. Под воздействием солнечного света и тепла вода испаряется, и это приводит к постепенному увеличению концентрации растворенных минералов в оставшейся воде. С увеличением концентрации ионов кальция и сульфата водные растворы могут стать перенасыщенными. В результате этого происходит явление, называемое осаждением, когда избыточные минералы начинаются кристаллизоваться и образуют осадок. Начиная с мелких кристаллов, которые действуют как центры зародыша образования, кристаллы селенита постепенно растут. Процесс роста обычно происходит медленно и может продолжаться на протяжении многих лет. В результате этого могут образовываться разнообразные формы кристаллов, включая волокнистые, столбчатые или даже розовидные структуры. С течением времени эти кристаллы селенита накапливаются на дне водоема или на поверхности существующих отложений. Постепенно накопленные кристаллы могут стать частью геологических формаций и в результате подвергаться диагенезу, в процессе в ходе которого мягкие осадочные материалы превращаются в твердые породы под воздействием давления и температуры. В определенных случаях, например при поднятии земной коры или в результате геологических процессов, селенита, содержащие осадки, могут быть подняты с поверхности земли. Затем эрозия и выветривание могут обнажить эти селенит, содержащие породы, делая их доступным для наблюдения, сбора или даже добычи. Селенит – красивый и универсальный минерал, принадлежащий к семейству гипсовых минералов. Он состоит из водного сульфата кальция и известен своим прозрачным или полупрозрачным внешним видом. Кристаллы селенита часто имеют жемчужный или стеклянный блеск и имеют уникальную волокнистую или столбчатую структуру. Они пропускают свет и имеют уникальное свечение при освещении. Это свойство является результатом кристаллической структуры и расположения атомов и ионов, которые позволяют свету проходить через кристаллическую решетку с минимальным рассеиванием или поглощением. Селенит обычно бывает бесцветным или белым, хотя иногда он может иметь бледные оттенки желтого, оранжевого или светло-коричневого цвета из-за примесей в его кристаллической решетке. Он также может демонстрировать флюоресценцию в ультрафиолетовом свете различных цветов, в зависимости от примесей в кристалле. Обычно селенит встречается в виде призматических или табличатых кристаллов, которые могут образовывать удлиненные волокнистые или столбчатые структуры. Селенит обладает идеальным расщеплением в одном направлении, что делает его легко разделимым на тонкие плоские листы. Стоит отметить, что кристаллы селенита также могут встречаться в виде двойниковых кристаллов, когда два или более кристалла срастаются в определенной ориентации. Твининг кристаллов позволяет создавать сложные симметричные узоры, что повышает эстетическую привлекательность образцов селенита. А еще селенит растворим в воде. Я видел некоторые ролики в подтверждении этого, но решил провести проверку лично. И возможно в будущих видео, когда мы будем развивать обсидиан, будет и часть прорастворения селенита. Одной из удивительных характеристик селенита является его мягкость. По шкале МООСа твердость у него относительно низкая, составляет от 2 до 2,5. Это делает его уязвимым для повреждений. Его легко поцарапать другими твердыми минералами или даже ногтем. Из-за его мягкости с селенитом следует обращаться осторожно, чтобы не поцарапать и не повредить его нежную структуру. Селенит рекомендуется хранить в защитном контейнере или завернуть в мягкую ткань, чтобы предотвратить случайную поломку. Эти физические характеристики делают селенит уникальным и привлекательным для коллекционеров минералов. Его нежный блеск, разнообразие форм и способность к плюоресценции делает его одним из самых интересных минералов для изучения и использования в различных областях. Селенит встречается во множестве разновидностей, и вот несколько самых известных из них. Атласный шпат. Это волокнистая разновидность селенита, характеризующаяся шелковистым блеском и текстурой. Параллельные или расходящиеся волокна придают ему особую привлекательность. Атласный шпат часто используется для декоративных целей, такие как резные фигурки или полированные образцы. Роза пустыни. Это уникальная форма селенита, образующаяся в пустынной среде с высокой концентрацией гипса. Он представляет собой скопление сросшихся кристаллов селенита в форме розетки. Часто проходит пескоструйную обработку или состаривание, чтобы придать ему характерный розовый вид. Еще один вид селенита, который похож на розу пустыни. Селенитовые розетки. Округлые или дискообразные образования из сросшихся кристаллов селенита с радиальными или концентрическими узорами, напоминающие цветок или розетку. Высоко ценятся коллекционерами из-за своего уникального и симметричного вида. Селенит-рыбий хвост. Это разновидности селенита с веерообразными или крылатыми кристаллическими образованиями, напоминающие форму рыбьего хвоста или крыльев ангела. Популярен среди коллекционеров кристаллов и используется для энергетической работы и духовных практик. Гипсовый цветок. Это замысловатые и нежные образования, напоминающие цветы или перистые гроздья, которые образуются в результате медленного осаждения минералов водой в пещерах или других подземных средах. Стекольный селенит или марьерное стекло. Прозрачная и бесцветная разновидность селенита с высокой степенью прозрачности, позволяющая свету проходить через него почти как через окно. Используется в метафизических практиках, таких как гадание или медитация. Селенитовые лезвия. Тонкие табличатые кристаллы селенита с острыми краями, часто встречающиеся группами или скоплениями. Популярные из-за своей эстетической привлекательности. Кстати, вы заметили, что многие селениты на фото и видео обладают эффектом кошачьего глаза. Он не такой ровный и тонкий, как у хризоберила, но все же очень красив. Это тоже благодаря его уникальной кристаллической структуре. Каждая из этих разновидностей селенита обладает своей уникальной красотой и характеристиками, делая их привлекательными для коллекционеров и любителей минералов. Селенит встречается в различных местах по всему миру, и его распределение в значительной степени зависит от геологических условий и химических процессов. Вот несколько примечательных месторождений селенита по всему миру. Мексика. Рудники Наика. В штате Чивауа. Извините, не удержался. Продолжим. Славятся своими массивными кристаллами селенита, некоторые из которых являются крупнейшими в мире. Они образуются в горячей, влажной и богатой минералами пещерной системе, что создает уникальные условия для их формирования. Марокко. Регион Тафилальт, особенно около городов Эрфуд и Урзазад, известен своими месторождениями селенита. Кристаллы селенита в этом регионе часто чистые и прозрачные, что делает их ценными для коллекционеров. США. В штатах селенит можно найти в нескольких местах, включая национальный памятник White Sands в Нью-Мексико, где обильно встречаются кристаллические формы селенита. США. Другие штаты, такие как Оклахома, Юта, Невада и Калифорния, также известны своими месторождениями селенита. Бразилия. В различных регионах, такие как Минай-Жирайс, снова этот штат, и Рио-Гранди-де-Сул можно найти месторождения селенита. Бразильский селенит часто имеет высокое качество и используется в ювелирных изделиях и коллекционных предметах. Польша. Соляная шахта Величко славится своими селенитовыми образованиями. Эта шахта, работающая уже несколько столетий, привлекает туристов своими впечатляющими соляными камерами, украшенными кристаллами селенита и другими соляными образованиями. Селенит также встречается и в других странах, таких как Испания, Италия, Германия, Австралия, Китай и Канада, хотя в меньших количествах. Это подчеркивает широкое распространение селенита по всему миру и его значимость как минерала. Распределение селенита связано с различными геологическими процессами, включая испарение соленой воды в засушливых или полузасушливых условиях, а также гидротермальную активность и процессы изменения других минералов. Уникальное сочетание этих факторов создает разнообразие месторождений селенита по всему миру. Селенит действительно обладает разнообразными применениями благодаря своим эстетическим и метафизическим свойствам. Несмотря на относительную мягкость, селенит иногда используют для создания украшений, таких как подвески, серьги и браслеты. Ювелирные изделия селенита ценятся за свою утонченную красоту и метафизические свойства, что делает их популярными среди любителей минералов. Также селенит изучается и используется в образовательных и исследовательских целях. Геологи и студенты изучают образцы селенита для понимания кристаллографии, образования минералов и геологических процессов. Еще он может служить эталонным минералом для идентификации других минералов, связанных с гипсом. А так как селенит является еще и одним из наиболее популярных камней в метафизическом сообществе, я не мог обойти эту тему, потому что популярность данного камня в этом мире может сравниться с кварцем. Селениту приписывают различные целебные свойства, такие как способность усиливать энергию, привлекать гармонию и спокойствие, а также защищать от негативной энергии. Он часто используется в практиках медитации, энергетического целительства и балансировки чакр. Селенит действительно обладает удивительной комбинацией эстетической привлекательности и духовной ценности. Его красота и уникальные свойства делают его востребованным как в мире декоративного искусства, так и в практиках духовного развития. Этот минерал продолжает вдохновлять и притягивать людей своим величием и загадочностью. Будучи важным элементом как в мире камней и минералов, так и в сердцах и умах тех, кто с ним взаимодействует. Надеюсь, было познавательно и интересно. Не забывайте про подписку и лайк под видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео.